друзья мои доброе утро или день и вечер кто когда смотрит сегодня по многочисленнейшим просьбам наконец-то я добралась до своего любимого рецепта который я вам сегодня расскажу мне уже все просят подписчики мои знакомые покажи да покажи яблочные кольца в кляре приготовить как очень вкусно очень рекомендую классно супер рубрика наша 15 минут поели и лежать все готово быстрый рецепт ничего военного без образования будет можно все приготовить смотрите что для этого нужно одно яйцо туда фигачим раз шлем секрет этого кляра мы готовим сейчас клюв кляр для яблок мы добавляем сюда любой сырковый десерт любой какой вы хотите сырковый десерт будь тор все что хотите с ванилью без ванили добавляете на порции то что я сейчас буду готовить сколько тут получается 150 грамм если хотите побольше кляра на думаете побольше нажарить яблок то покупайте две баночки такие по аппетиту смотрите по 5 чем больше творожной массы это тем больше кляра будет тем больше вы обжарите яблочных колечек вот вот такая вот дальше добавляем можно если кто на диете подсластитель можно добавить можно мед добавить если не хотите сахар но я не заморачиваюсь чуть-чуть слегка сахарку так немного пару столовых ложечек добавили все это сейчас мы так запомнили до яйцо сахар творожная масса теперь сюда мы добавляем 40 грамм муки я добавляю рисовую муку вы хотите добавляйте пшеничную обычную тут уже не принципиально вообще 40 грамм муки на эту на этот объем на яйцо и одну пачку я добавляю где-то с горкой 4 столовых ложки 4 строго 4 столовые ложки я вот это там по моему бахнула на одну ложку больше и получилась маленькая бедулька мою сейчас исправим как говорится кашу маслом не испортишь поэтому мы добавим молочка сейчас все будет хорошо должна быть густая у нас сметана получится мы добавляем в муку когда муку только засыпали добавим еще разрыхлитель надо было добавить я добавлю его сейчас разрыхлителя 2 чайные ложки чтобы наши яблочки были пышные ну и вообще к яблоку добавляется классика корица я не люблю корицу я уже говорила поэтому я добавлю я добавлю немножко ванильки ну а кто любит корицу к яблоку она в принципе сама то яблочку коричка хорошо но не люблю не знаю почему вот смотрите какая масса сейчас посмотрим начнем жарить как будет кляр прилипать если что будем уже ориентироваться по обставке так ребятки подготовка яблок мы берем вот мои яблоки ножик и я сейчас вам расскажу такой лайфхак я увидела в интернете как чистить сердцевинку эту люди выдавливают сразу у кого есть специальная такая чтобы вычесть вычищать серединку то вообще без проблем у меня такого приспособления нет я выкрутилась другим способом все а нет подождите подождите я разогналась вообще по рецепту тот рецепт который я смотрела там кожуру не чистили но когда я жарила пожарила эти колечки ну скажем так это кожура она немножечко портит впечатление когда жуешь она жестковато дать меня попросила вать мам счищай кожуру иначе можно грубо говоря подавиться потому что она яблочко она получается мягенькая кожура она немножечко говорится можно натуре вдовыться так что я сейчас очищаю кожуру сначала вот так вот таким путем очистила кожуру потом я нарезаю колечками вот так яблочко колечки где-то 0705 по толщине не слишком толстые не слишком тоненькие такие средненькие это еще на 2 яблочко получается в среднем 5 колечек вот такого вот такой толщины видите у меня было такое приспособление для выдавливания знаете овощей для канапешек вот вот такое вот но я увидела такой лайфхак что берут от бутылки сейчас я покажу вот такую вот пробочку и точно так же как этим я приспособлением вот так вот выдавлю давайте попробуем усилия конечно больше надо приложить не так то ну нет нет ребят лайфхак не подходит берете вынимаете значит ножичком у так аккуратненько либо если есть у вас какие-то острые такие вот формочки я выдавливают этой формочкой острой вот вот такого плана ребятушки вот у нас готова я мне удобно кольца брать эти у меня с китайского ресторана такой лайфхак чтобы кляр лучше приставал к яблочкам вот я уже кинула положила вот смотрите колечки как я беру видите чтобы лучше кляр приставал к яблочку мы берем вот так окунаем его в муку так как яблоко влажная если сочная сок выступил там все такое и естественно от теста не пристанет к яблоку наш кляр поэтому мы обволакиваем сначала в муке его а потом ложим сюда в клярик я сразу несколько штучек яблочек сюда подготавливает я поставила уже сковородочку вот на печку сейчас масло нагреется а пока мы подготовим колечки смотреть так ребятки начинаем жарку нашу хотелось бы чтоб этот рецепт я я люблю делать рецепты повторять за сам велом а дамя нам я смотрю блогера такого хотелось бы он да он такое не делал хотелось бы чтобы он увидел повторил за мной как у него получится и сказал свое мнение нам очень нравится дело в том что когда оладики просто оладики вот я еще до этого делала и сверху яблочко ложила когда обжаривала вторую сторону ну вот она тоже вкусно но там больше тесто здесь получается прям яблок яблок много прям классно поэтому нам больше это понравилось сейчас мы делаем так аладики с яблоками делаем а делаем сугубо сам вел если ты меня услышишь скажи свое мнение по поводу моих яблочных колец а вдруг может быть так ребятки я уже вижу у меня подрумянилась одна сторона срочно надо переворачивать переворачивать надо мне удобно вилкой и лопаткой вот такая прелесть ребята представляете сейчас это с медом яблоки с медом о поверьте там тесто бук вообще децил децил это так кажется что это тем нет там это сплошное яблоко так эти еще у меня бледненькие надо подвинуть сюда сейчас еще кинем блюдо рома для тебя обязательно это обязательно приготовить упал ты просил с яблок блюдо это обязательно блюдо приготовьте скажите мне спасибо вам понравится так вот и первые наши подошли тарелочку я подготавливаю я ложу на нее салфеточки чтобы впитала лишнее масло нам она не нужно продали вот вот это мы сейчас перевернем румяши такие поджарим я люблю хорошо чтоб поджарено ну кто не любит кому противопоказанное сильно поджарено не обязательно его так сильно поджаривать принципе это уже по желанию индивидуально ну и сюда слаживаю маслица сейчас лишнее впитается и будет отлично сейчас будем пить чай шикарно а запах ребят я ж но если корицу вы любите бесподобно будет с корицей но я добавила ванилька и тоже такой запах вообще классный стоит прям ванильный запах вкус не стоит так что бледненько еще так свеженький вот ребятки такие получаются с яблочками печеное яблочко и хрустящая корочка мило вкусная корочка классная все приятного аппетита ставьте лайки ребят надеюсь вам очень понравится нам очень нравится